Всем привет, ZBrush 2019, и лазил я по своим задумкам, искал информацию и наткнулся на канал, в котором прикольно показано, как делится на полигруппы сфера. У многих, наверное, бывают вопросы, как сферу можно разбить на полигруппы. Есть вариант просто маскирования и Ctrl-W назначать полигруппы. Ну, вариант есть ещё один, давайте его разберём, а потом ещё в следующих видео постараюсь ещё некоторые варианты рассмотреть. Давайте сначала покажу вам, что это за канал. Джаред Михаэль, вот этот вот канал. Здесь очень много всего интересного, посмотрите, но меня интересует вот этот ролик. Как сделать вот такую вот сферу? Давайте разбираться, просто видео на нерусском, на итальянском или английском я так и не понял. Всё, поехали. Так, в ZBrush начинаем разбирать, как это всё дело делается. Заходим в Тулы, открываю сферу, вытягиваю, Edit, Make Polymesh. И давайте теперь зайдём в UV Map, откроем Grid, вот он, и нажмём Goof Title, вот этот. Следом заходим в полигруппы и Autogrupp with UV, вот этот нажимаем. Теперь жмём Shift-F или просто поле F нажимаем именно мышкой. И вот сфера поделилась на вот такие полигруппы. Следом, что нужно сделать, заходим в деформацию, заходим в геометри, находим Edge Loop и жмём Grow Loops. Вот такая получается заморочка штука. Жмём теперь Ctrl-Shift и нажимаем, чтобы вот эту вот сетку отсоединить, полигруппу именно вот этой сетки. Жмём Ctrl и левая кнопка мыши всё это дело маскируем и жмём Ctrl-Shift, снимаем всё это дело выделения. Отключаем поле F и смотрим, что вот вы видите маска, нам нужна именно она. Жмём Ctrl-I, маска инвертируется. И следом заходим в деформацию. Находим Inflatten и прибавляем его. Много прибавлять не надо, чтобы не ломало. Ну где-то вот так вот пойдёт. Снимаем выделение. Вот такая получилась сфера. Чтобы ещё дальше продолжить, как видео, работать с этой сферой, нужно повторить всё, что уже сделано. Опять заходим, жмём UV Map. Опять жмём Groove Title. Всё он прогоняет. Теперь жмём опять же поле группы, опять же Autogroup with UV. Следом жмём Shift-F. Вот вы видите, что поменялось назначение полигрупп. Давайте зайдём теперь в геометрии и опять же нажмём Grow Loops. Вот так вот преобразились теперь наши полигруппы. Жмём теперь Ctrl-Shift и находим именно вот эту вот, приближу сейчас, вот эту именно полигруппу, жёлтую, вот эту сетку. Всё это дело маскируем. Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Вот вы видите, что опять появилась маска. Вот так. И вот теперь жмём Ctrl-I. И давайте теперь всю эту маску, опять же, инфлаттеном поднимем. Деформация, инфлаттен. Опять же, много не надо поднимать, чтобы ломки не было. И теперь Ctrl-Shift снимаем. Ctrl-левая кнопка мыши, снимаем маску. Вот такая прикольная штука получилась. Теперь что можно сделать? Допустим, жмём Ctrl-Shift и назначаем, всему этому делу, цвет. Поменяем цветовой материал. Отпа inexplic updates. Продолжение следует... Вот так. Теперь Ctrl-Shift убираем все это дело. И можно теперь выделить, допустим, какие-нибудь другие детали. Если вы берёте, нажимаете на какую-то полигруппу, допустим, вот на эту, вы её замаскировали, потом снимаете выделение, делаете Ctrl-I, и вот эту полигруппу вы можете уже с ней работать, допустим, вытягивать. Вот так вот. Также Ctrl-левая кнопка мыши снимаете, и вот вы видите, что полигруппа уже вытянулась. Вот так всё это дело выглядит. Можно работать с любой полигруппой. Также можно, если вам не нужны вот эти полигруппы, можно сделать Ctrl-W и сделать одну полигруппу уже вот так вот. И на эту, вот на эту сетку назначить ещё раз так же пройти на UVMap и назначить другую разбитие по полигруппам и повторить попытку и сделать, может быть, ещё какие-нибудь появятся детали крутые. Вот такая прикольная штука. Всё, всем пока, до свидания.